На днях в Тбилиси нам встретился старик Резо Габриаце, и он подарил нам вот эту книжку, вот этот свой рассказ. Долго смотрел, ничего не говорил, но по его взгляду было понятно, что это не просто история о любви к Ленину, Сталину, Буденному и милиционерах, которые эту любовь охраняют, но гимн надежды в темные времена. Резо Габриаце. Тепиарное искусство. Его впервые заметили выходящим из жен барака с папкой. Тимофей, так звали его, прямо направился в горком. Всю неделю он с утра ходил в горком и до вечера пропадал в нем. Был июнь, похожий на май. По вечерам на бульваре в раковине эстрады играл оркестр. Бульвар был старый, первые половины девятнадцатого века. Деревья когда-то выписывали из Египта, Франции, Италии. Крошечные японские дубы, вечно зеленые, изящные, Их по неволе женщины ласкали пальчиками. И вот приехал Тимофей. И мы узнали о топиарном искусстве, которое процветало еще в Древнем Египте. Что это такое? Это художественная стрижка деревьев, кустов. Часто им придавали вид античных ваз, арф, богов и даже людей. И вот настал день, когда Тимофей в сопровождении горкомовца вошел в сад. И на стволах деревьев мелом проставил кружочки и квадратики. Горкомовец кивал головой. Художественное подстригание нашего бульвара Тимофей начал с лавровишни. Верх дерева быстро был зашит фанерой. И Тимофей исчез на несколько дней внутри куба из фанеры. Оттуда послышались поющая пила, быстрый топорик и голос Тимофея. «Ангидрит, твою мать, перекись водорода!» Так ругались тогда в НИИ СССР научные сотрудники. Через неделю и близнец первого дерева, симметрично стоявший через дорожку, был огорожен. В широких его ветвях был построен фанерный домик, и Тимофей исчез в нем. И в домике снова зазвучал топорик, запела пила. Так прошло два месяца. И вот настал день открытия произведений Тимофея. Грянула музыка, фанеры раздвинулись, и мы увидели два дерева. Одно из которых стало Лениным, а другое Сталином. Приглашенные попятились назад. Поражало портретное сходство. Хоть в паспорт их вставляй. Сходство усиливалось дополнительными, вьющимися ползущими растениями. Они были посажены с невидимой стороны стволов дерева и помогали в основном в тонких, но важных мелочах. В усах, бровях, пуговицах, орденах, галстуке, трубке вождя. Чуть в стороне от Ленина и Сталина стоял порывистый буденый. В буденовке и с воткнутой в землю десятиметровой саблей, тоже из цветов. Первый секретарь крепко пожал руку третьему секретарю по культуре. А Тимофей похлопал по плечу. Работа была принята. «Образование?» — спросил первый секретарь Тимофея. «Философское», — ответил третий секретарь за Тимофея. «Начальное». «Ясно». «Сидел?» — спросил первый Тимофея. Тимофей опустил голову и посмотрел в сторону. В ту ночь до рассвета город гулял в топиарном саду. Я не мог отойти от сабли буденого. Увели меня спящего под грузинский марш чудецкого. Так прошло лето. О деревьях Ленине и Сталине писали газеты. А местный поэт посвятил стихи топиарному искусству и отпустил быкинбарды. Один ромбиком, другой трапецией. А к зиме первый секретарь спросил третьего. «Что будем делать? Зима ведь?» «Надо закрыть бульвар». «То есть? Что значит закрыть?» «А как мы будем сбивать снег с Ленина и Сталина?» «Палкой». Последнее слово было сказано без звука, губами и с оглядкой. Третьего секретаря качнуло. Сели, так и сидели, думали. И к вечеру третий секретарь спросил. «Может, в нем на зиму разместить Тимофея?» «Без палки». Ночью проникает вовнутрь, покачает. Осторожно, по-хорошему. Снег падает. Всю ночь качать дерево. Не замерзнет. «Ц2Х5ОН», — сказал третий секретарь научно, чтобы другие не слышали. «Ц2Х5ОН». В широком смысле водка, то есть чача. «Закуской легкой, культурной, манпосье», — помахал пальцем первый третьему. «И никакого мата». Третий представил, как из вечно зеленого Сталина слышен мат, пахнет луком, чачей, и от ужаса пальцы ног третьего секретаря в туфле скрутились в кукиши. Понял. Без нецензурных глаголов. Всю зиму сад был закрыт. Налетел ураган с черного моря. Сабля буденного свистела и металась от ветра. Потом пошел снег, тяжелый и мокрый. И папа, закрыв ставни в полночь, сказал бабушке, будто кому-то послышался из Сталина чуть-чуть аккордеон и женский голосочек. Бабушка вытаращила глаза. Папа приставил губы прямо к ее уху и сказал что-то. Бабушка мелко-мелко крестилась. Из Сталина послышались два голоса. Тимофея и какой-то женщины. Они пели песню «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина». Они начали очень тихо. А рано-рано утром женщина ушла в мятом платье и с висящим на щеке беретом. Потом нашлись и такие, которые говорили, что видели, как они спустились из Сталина и с песней вошли в Ленина. Это случилось в полночь. Если бы даже их кто-то видел, кто посмел бы об этом рассказать кому-нибудь и попасть под полит статью? Весной заиграл марш, и сад был открыт. Топиарные произведения, фантазийное садоводство были в полном соответствии первому показу. И снова прогулки вокруг зеленых скульптур. Восторги, удивления жали руку Тимофею, который ходил от дерева к дереву с секатором. Но вот в середине мая засверкали молнии. С неба упала вода на бульвар. Девушки взвизгнули. Туфельки к сердцу бульвар опустел. Дождь лил неделю. А через неделю над городом стояло раскаленное солнце. И начались другие события. Вдруг сварщик приварил друг к другу все четверо ворот бульвара. Перед воротами поставили милиционеров и мужчину в плаще с газетой. В городе поползли нехорошие слухи. У железных решеток сада в углу за кустами был изогнут пруд. И я незаметно влез в сад. Прячась в кустах, пробрался к топиарным фигурам. Ленин. Дожди, а за ними солнце сделали чудеса. Вегетация поразила вождя. Природа победила вождя. Посаженные рядышком растения, нужные для сходства, распустились в своем естестве. Бородка Владимира Ильича зацвела отдельным кустиком, и из нее дрожали лютики. С затылка к темечку убегали нежные нарциссы. Лицо Ильича еще читалось. Из носа вождя выглядывала жантильная кокетливая мимоза. На лбу Ленина чубчиком висели гиацинты. Два равносильных ветра развернули меня и, крутя, понесли в темноту, где гудел Сталин. В его трубке цвели алые розы. На щеке Сталина лежала белая чашка магнолии в богатом платье, порочно раскрыв всю себя. Агрессивные солнцелюбивые лианы оторвали от головы Сталина маршальскую шапку, и она ходила в небе точно в приветствии с трибуны Мавзолея. Ветер унес меня к Буденному, к сабли. Сабли не было. Она лежала на земле, и мелкие ее цветочки разбежались по всему бульвару. Все внутри Буденного, ползучая, стелющаяся, вьющая, фазающая, глициния, виноградные лозы, ломонос, актинидия, киркозон, взорвалось из-за цвелонистого. Уса стало три. Два под носом, а третий из щеки. Буденного не стало. Он стал взлетевшим в небо букетом. Букетом, побывавшим в драке. Этот букет был взрывом радости, счастья. Под таким букетом целоваться. Впервые в жизни, всю ночь до утра, стуча зубами о зубы с распухшими, гиперболизированными губами. Раздался свисток. Ко мне бежал милиционер. Я вылетел в решетку забора, как птичка из клетки. Мужчина топал на месте ногами, как только я останавливался. К саду уже быстрым шагом шла бригада плотников. И задним ходом ехала, дрожа, как этажерка, полутора тонко с фанерами. Бульвар закрыли. Растительное искусство заколотили наглухо. Железнодорожный КГБ ЗКВЖД объявил розыск. За сутки в Закавказье были арестованы восемь тимофеев. Из четырех тимофеев двое имели алиби. За всю топиарную эпоху один сидел в Гянджинской тюрьме, а другой в Ленинаканской. Из оставшихся двоих тимофеев только один проезжал через наш город до войны. И только лишь последний задержанный сознался, что знал Тимофея. Они вместе сидели в Казахстане. Не ищите его. Не найдете. Таких на всю страну на одной руке сосчитать. И он пьяный провел по красивой кривой руке с тремя пальцами. Эпилог Через девять месяцев Клавдия, так звали подружку Тимофея, родила двух братьев-близнецов. Один был белокурый, а другой брюнет. Когда дети пошли в детский садик, Клавдия устроилась на консервный завод сортировщицей огурцов для соления. Братья в детском саду в общих играх не участвовали. Один вставал на табуретку и показывал пальчиком в небо, второй был серьезнее, совал руку под рубашку и ходил медленно. Они любили маму и гордились ею. После перестройки я попал в мой город. Там, на вершине горы, был старый парк с парашютной вышкой и танцплощадкой с ракушкой. Под горой была водокачка, откуда парк снабжался водой. На водокачке работал маленький старичок с рыжей бородкой буланджер и в кепочке на лысой голове. Брат-близнец этого старичка работал водителем на аварийной машине для автобусов. Когда врач с санитаром шли к больному, он ходил вокруг машины дымя трубкой. На вопросы отвечал коротко. «Надо смотреть глубже. С одной стороны так, а с другой, может, и не так». По церковным праздникам они ходили на кладбище с цветами на могилу мамы и молча сидели до сумерек. В выходные дни они шли в парк, в котором когда-то случилось топиарное искусство. Продолжение следует...